Научимся количественно оценивать изменения цен и объемов, происходящие на конкурентном рынке после введения того или иного налога. Рассмотрим численный пример. Пусть суточные спросы и предложения на рынке пирожных заданы функциями QD равняется 150-P и QS равняется 3P-150. Равновесие найдем, приравняв спрос и предложение. 150-P равняется 3P-150, 4P равняется 300, P со звездочкой 75, Q со звездочкой равняется 75. Таким образом, в исходной ситуации до введения налога на рынке ежедневно продавалось 75 пирожных данного типа по 75 рублей за штуку. Пусть государство, признав пирожные нездоровым товаром, ввело на них акциз в размере 8 рублей за единицу. Кстати, такой налог, составляющий фиксированную сумму за каждую единицу продукции, в экономике называется специфическим, в отличие от адвалорного налога, равного определенному проценту от стоимости проданного товара, и аккордного, представляющего свой фиксированную сумму, не зависящую от налогооблагаемой базы, в частности, объемом продаж и выручки. В новой ситуации, при цене на ценнике равной P, производитель получает на 8 рублей меньше, то есть P-8, и именно эту сумму необходимо подставить в функцию предложения для выявления объема выпуска. QS равняется 3, умноженное на P-8, минус 150, равняется 3P-174. Учтем также, что функция спроса останется прежней. Потребитель реагирует на цену, и поскольку она будет другой, равновесная продажа, конечно, изменится. Однако потребителю совершенно все равно, какие налоги платит производитель и по каким причинам он изменяет цены. Потребитель может просто не знать, что акцизы существуют. Как, например, многие не в курсе, что под акцизными товарами в России и во многих других странах мира являются не только алкоголь и сигареты, но и, скажем, бензин и автомобиль. Итак, спрос под прежнему равен 150 минус P. Для получения новой точки равновесия, как обычно, приравняем эти две функции. 150 минус P равняется 3P минус 174. 4P равняется 324, P со звездочкой 81, Q со звездочкой 69. Таким образом, после введения 8-рублевого налога цена выросла на 6 рублей, а продажи, напротив, сократились на 6 единиц продукции в день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...